Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами разбираем вторую страницу открытого банка тестовые задания в ФИПИ. Это ОГИ-информатика. В прошлый раз мы разбирали первую страницу. Это информационные процессы, если тема интересна, какую мы с вами смотрим. Значит, сейчас мы рассматриваем вторую страницу. Итак, в одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Давайте сразу буду подчеркивать важную информацию. 16 бит, один символ. Вова написал текст, в нем нет лишних пробелов. Это важно, потому что один символ это у нас всегда определенное количество бит. Сам текст читать не буду. Здесь у нас что с вами? Цвета. Ученик вычеркнул из списка названия одного цвета. Затем он вычеркнул ставшими лишними запятую и пробел. Два пробела не должны идти подряд. При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 12 байт меньше, чем размер исходного предложения. Нам необходимо написать в ответе вычеркнутое название цвета. Итак, что важно для решения данной задачи? Важно знать, что 1 байт это 8 бит. Теперь читаем. У нас кодировка Unicode и каждый символ кодируется 16 битами. То есть 1 символ это 16 бит. Что такое символ с точки зрения информатики? С точки зрения информатики один символ это одно нажатие клавиатуры. Пробел это символ, запятая это символ тире это символ не знаю там двоеточие это символ то есть каждое нажатие на клавиатуру это один символ то есть когда у нас с вами нажимается один раз кнопка клавиатуры значит мы с вами отправляем в память 16 бит информации значит так как у нас один байт это 8 бит в 16 бита помещается два раза по 8 значит это будет 2 байта то есть один символ кодируется двумя байтами теперь посмотрите что же у нас получилось когда ученик вычеркнул один цвет у него стало на 12 байт меньше что же такое 12 байт 12 байт если 2 байта это один символ то в 12 по 2 раза помещается 6 то есть 6 символов еще раз один символ 2 байта два символа 4 байта 5 символов 10 байт а у нас с вами 6 символов то есть 12 байт но в эти 6 символов входит запятая пробиел и соответственно само слово значит на запятую нас уходит 1 нажатие значит минус 1 символ на пробел у нас уходит 1 нажатие значит еще минус один символ значит слово должно состоять из 6 минус 2 из 4 символов давайте посмотрим какое слово у нас содержит 4 символа ну самая маленькая это алый потому что синий уже 1 2 3 4 5 символов ну и так далее значит в ответе мы с вами напишем алый давайте проверим здесь можно напечатать ответ и проверить значит мы с вами выбрали алый ответим и мы выполнили задание верно давайте посмотрим на следующую задачу между населенными пунктами а b c d е и построены дороги протяженность которых приведена в таблице определите длину кратчайшего пути между пунктами а и b при условии что передвигаться можно только по указанным таблице дорогам каждый пункт можно посетить только один раз это очень важно значит что я предпочитаю делать в этих задачах я предпочитаю графически представлять схему дорог то есть таблицы мне не очень комфортно делать как вариант я вам предлагаю свой способ решения вы естественно выбираете свой способ решения но давайте начнем у нас есть дорога из а в б из а в ц значит у меня есть пункт а из пункта а я могу попасть в б и могу попасть в ц значит из а в б 8 протяженность пускай будет километров из овцы протяженность 3 смотрим дальше из б из б в а мы уже построили с вами дорогу он не может быть вера две разные дороги а б б а это одно и то же дальше из b в д у нас идет дорога давайте построим d это 3 я дороги не знаю как строить я их про устрою пока наугад если какая-то дорога пересекает я вижу что она не очень мешает я так и оставляю если сильно мешает для решения задачи я просто вытираю и строю немножечко по-другому ну пока меня все устраивает из c в а 3 из c в е 4 из c в е 4 и из c в f c f это у нас с вами 3 3 3 3 дальше d из d в б у нас есть с вами дорога из d в е у нас должна быть дорога д е это один километр и из d в f должна быть дорога вот сюда это у нас с вами 3 километра дальше е c есть дорога е д есть дорога еф построим дорогу из еф это будет 2 километра но из f у нас уже три дороги построена это в ц это в е и в д что мы делаем нам необходимо найти длину кратчайшего пути между а и d никаких больше дополнительных условий нету единственное условие только что каждый пункт мы можем посетить только один раз значит что у нас получается давайте смотреть если мы пойдем напрямую из а в беды это у нас получается с вами 11 то есть 8 плюс 3 выбираем более кратко давайте посмотрим мы можем ведь пойти в c в c всего 3 километра потом из c в f это у нас с 2 километра нет 3 до из c в 3 из f в е 2 из f из е точнее в d1 то есть мы получаем с вами 6 до 3 9 километров ну и тот же самый наверное кратчайший путь ну не кратчайший пока тот же самый путь это а c f d это тоже 9 километров то есть 3 плюс 3 плюс 3 9 а если мы с вами пойдем из а в c это будет 3 из c в е это 4 и из е в d это 1 мы получаем 8 километров и я предполагаю что это быстрее всего самый кратчайший путь но ближе не будет потому что из а в б мы точно не пойдем это очень много 8 километров хотя как вариант если бы из bfd было маленькое количество наверно нам подошло значит у нас получается кратчайший путь 8 километров пускай будет итак давайте проверим восьмерка отвечаем и и все верно следующее то же самое задание между населенными пунктами а b c d и f построены дороги протяженность которых километрах приведена в таблице определите длину кратчайшего пути между пунктами а и f тоже никаких больше дополнительных условий нету ну давайте строить дороги и так из а в b у нас с вами 2 и из а в f 15 дальше а б есть дорога bc 2 2 я буду зачеркивать то что мы уже построили бд 3 b e 6 b cb у нас есть дорога c е еще дорога давайте с целье построим из целье у нас дорога будет и и и дальше д б дорога и д е дорога из d в е 2 из е у нас идет четыре дороги три мы уже построили это в б в д и и в c и осталось еще дорога в f из е в f 6 но из f всего две дороги они построены значит нам нужно кратчайший путь между а и и ф а и ф логично что 15 быстрее всего здесь нам не подходит давайте смотреть если мы пойдем по дальнему а b это 2 b c это 2 c е это 3 и и f это 6 значит мы получаем 2 и 2 4 4 3 7 7 и 6 13 так пойдемте по-другому краткий выберем посмотрите если мы пойдем из б в е напрямую это 6 километров а если в е мы попадем из через d это будет 5 километров значит а б это у нас 2 потом мы в д идем 3 а идем в е 2 и идем в f 6 и мы получаем с вами 4 и 3 это 7 7 и 6 13 ну и как вариант у нас получается а f это 15 мы уже посмотрели 2 2 3 6 посмотрели 2 3 2 6 посмотрели и остается 2 6 и 6 но это если мы пойдем из а в b из б в е из е в это получается 14 ну значит получается самая кратчайшая дорога это 13 давайте в объем проверим 13 верно идем делать дальше между населенными пунктами а b c d и и е построены дороги протяженность которой километрах приведена в таблице нужно определить кратчайший путь между п и ты давайте строить а бы два километра а е 1 километр б а мы уже построили b c b c у нас будет 5 5 5 b c b c b e 4 b e 4 c b у нас есть дорога cd должна быть еще дорога cd это 2 и c е 1 то что у нас не совсем совпадает по километра визуально ничего страшно нам главное построить чтобы было удобно считать c е 1 dc есть дорога д е нам нужна дорога д е дорога это 4 мы проверяем из е выходит 4 дороги это е а 1 е b 4 е c 1 и е д 4 значит нам необходимо найти путь между b кратчайший и d давайте смотреть если мы пойдем b c d это получается 5 плюс 2 то есть 7 если мы пойдем из b в е 4 и в д это будет 8 до 4 плюс 4 8 если мы пойдем из б в а сначала это 2 потом из а в е это 1 и из е в д это 4 то есть мы получаем 7 так каким образом мы еще можем пойти из b в а ну мне кажется самый кратчайший это получается но если мы даже посмотрите пойдем из б в е это 4 из е в c это 1 и из c в д это 2 и все равно мы получаем 7 то есть кратчайший путь я предполагаю это у нас будет с вами вот этот проверяем еще раз мы получаем 21 так 21 это 34 и еще 26 давайте проверим все верно 6 то есть просматриваем все дороги которые возможно но лучше всего все-таки это графически делать итак у исполнителя делите две команды которым присвоены номера 1 разделить на 2 2 и прибавить 1 значит у нас две команды давайте запишем 1 команда это разделить на 2 2 команда это прибавить 1 нам необходимо составить алгоритм для получения из числа 23 число 4 не более 5 команд не более это значит 5 или меньше но чаще всего в таких задачах прям ровно 5 команд получается что у нас делает первая команда первая команда ну раздели на 2 это значит уменьшает 2 раза вторая прибавить 1 это значит увеличивает на 1 что мы делаем нам необходимо из 23 получить четверку 5 команд 1 2 3 4 и 5 мы должны получить четверку но исполнитель работает только с натуральными числами что такое натуральные числа натуральные числа это все числа которыми мы считаем предметы начиная с единицы и дальше двойка тройка четверка и так далее то есть это целые положительные числа но вот посмотрите поэтому первая команда раздели на 2 у нас не может сейчас данный момент присутствует потому что 23 если мы разделим на 2 получится не натуральное число значит мы увеличиваем на 1 давайте увеличим на 1 23 на 1 это получается 24 24 мы можем разделить на 2 уже это получается 12 12 можем разделить на 2 это 6 6 можем разделить на 2 это получается 3 и и тройку если мы увеличим на 1 и тройку если мы увеличим на 1 как раз получится четверка то есть что у нас с вами выходит у нас выходит первая команда это вторая дальше три раза идет команда под номером 1 и последняя пятая команда опять вторая еще раз давайте проверим 23 плюс 1 24 24 разделить на 2 12 12 разделить на 26 6 разделить на 2 3 и 3 плюс 1 4 то есть мы из числа 23 получили число 4 4 сложили разделили 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 и сложили значит в ответе мы пишем число 2 3 единицы и двойка давайте проверим 2 3 единицы и двойка все верно дальше ниже приведена программа записана на пяти языках программирования я буду ориентироваться на тех ребят которые не программируют то есть мы с вами будем использовать алгоритмический язык потому что многие программируют на паскале на питон на питоне да она поэтому на бейсике кто-то на си плюс плюс но я пойду простым путем то есть там где у нас алгоритмический язык алгоритмический язык это язык который написан русским русским языком сейчас я немножечко уменьшу чтоб нам было видно вот так значит тут все понятно алгоритм начало целые числа st и а вводится переменная с вводится переменная ты и вводится переменная а у нас самое важное это условия условия если одно или другое то есть в данном случае у нас с вами стоит союз или когда союз или у нас истинный или ложный он у нас истинный когда присутствует хотя бы одна истина а ложный когда у нас и первое условие и второе условие можно только в этом случае у нас получится ложь а что у нас задачи нам необходимо указать целое значение параметра а при котором нет напечатается пять раз нет значит мы сейчас с вами из всего набора во первых что мы делаем это мы находим пока ориентируясь только по с когда у нас напечатается нет и выпишем эти данные значит смотрите с у нас стоит на первом месте то есть раз ст по порядку значит с у нас единица т двойка ну и так далее значит единица больше десяти нет выписываем это условие тогда 12 то есть набор букв выписываем пока значит это у нас получается давайте по отдельности напишу с равняется одному т равняется двум 11 больше десяти нам не подходит следующее смотрим 11 12 с равняется одному т равняется двенадцати то есть мы сейчас смотрим пока на только на тот набор переменных которые нам дают ложь в первом случае почему потому что у нас или дизюнкция дизюнкция ложна когда ложные оба высказывания и первое высказывание и второе высказывание поэтому мы сейчас мы пока не знаем какой у нас а и мы ориентируемся только по первому сейчас высказывание поэтому мы ищем когда у нас напечатать нет при условии с а саму потом разберемся значит 11 и 12 нам не подходит 11 больше 10 минус 11 и минус 12 нам подходит минус минус 11 минус 12 Coast минус 1211 подходит 10 10 тоже подходит потому что 10 не больше 10 с равняется 10 ты равняется 10 Ну и, соответственно, последнее тоже нам подходит. 10 и 5. Все. Мы выписали с вами сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 условий. Теперь нам нужно убрать 2. Почему 2? Потому что нам нужно, чтобы нет напечаталось 5 раз. Ну, давайте смотреть. Посмотрите, у нас 12 может выпасть и 12 может выпасть. Значит, какое мы возьмем А? 12. Давайте проверим. Если мы А возьмем за 12, нам необходимо, чтобы условие Т больше 12 не выполнялось 5 раз. 2 больше 12? Нет. 12 больше 12? Нет. Так, тогда давайте 11 возьмем, да? Попробуем 11. Получается, 12 больше 11? Да. Минус 12 больше 11? Нет. 12 больше 11? Да. 11 больше 11? Нет. 10 больше 11? Нет. И 5 больше 11? Нет. Значит, у нас 1, 2, 3, 4, 5. Вот наш набор, при котором у нас программа должна напечатать 5 раз нет. Значит, какое мы с вами взяли А? Мы взяли А за 11. То есть, сначала мы разобрали, когда у нас напечатается нет при С, да? Ну, 0, когда будет ложь. И потом подобрали такое А, при которых у нас напечатается еще 5 раз, только относительно Т. Но для этого нужно помнить, что ложь печатается тогда при союзе или когда ложны оба высказывания. Значит, какое мы с вами взяли А? Мы с вами А взяли за 11. Давайте проверим. Верно. Пойдемте дальше. Пишите правильный ответ. Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы ее номер в алфавите без пробелов. Номера букв даны в таблице. Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Ну, и тут нам приводят пример. Например, 3, 1, 1, 3, 3, 3, 3. Можно означать в аля, может означать эля, может обозначать в а, в, в, в. Почему? Потому что это может быть как тройка, 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 1, 1, 3. Это может быть как 31, 13, 33. Это может быть как 3, 11, 3, 33. Ну, и так далее. Нам дали с вами 4 шифровки, и только одна из них расшифруется единственным способом. Необходимо ее найти и расшифровать, и получившееся слово записать в качестве ответа. Давайте посмотрим. Итак, что у нас может быть? 0 не может быть, значит 100% 10. Может быть 6, а может быть 26. Если у нас будет шестерка, тогда будет двойка и девятка, да? А если у нас будет, то есть может быть такая расшифровка, 9, 2, 6, 10. Какая еще может быть расшифровка? 9, 26, 10. То есть уже два раза может расшифроваться, значит первая у нас уходит из зоны действия. Следующее. 3, 6, 9, 10. Давайте буду выписывать. 3, 6, 9, 10. Ну, здесь однозначно будет десятка. Девятка однозначно, потому что 69 не может быть числа. И может быть тоже однозначно шестерка и тройка, потому что 36 тоже не может быть. Значит, у нас с вами получается тройка, шестерка, девятка, десятка. И что в результате мы получаем? Мы получаем В, шестерка – это Е, девятка – З, и десятка – И. Вези. Можем для собственного успокоения проверить еще несколько. Давайте проверим. Ну, 1, 3, 1, 3. Тут однозначно расшифровываться несколькими способами, потому что может быть как единица, так и 31. Здесь может быть единица, может быть 13 и так далее. 2, 3, 4, 5, 6. Тоже, посмотрите, шестерка, пятерка. Дальше может быть как 23, 4, а может быть как 2, 3, 4. Значит, здесь тоже неоднозначно расшифровываются. Значит, мы получили с вами расшифрованное слово. Это Вези. Давайте проверим. Вези. Верно. Так, нам осталось с вами 3 задания. Между населенными пунктами А, В, С, Д и Е построены дороги, протяженность которых километра приведена в таблице. Кратчайший путь между А и С. Итак, строим. А, В – 4 километра. А, Е – 1 километр. В, А построено, В, Д – это у нас с вами 1, и В, Е – вот сюда, и В, Е у нас получается 2. Дальше, С, Д – это 4, и все. Д, В – есть дорога, Д, С – есть дорога, Д, Е – дорога. Д, Е – дорога у нас с вами 4. Е, А – 1, Е, В – есть дорога, это 2, и Е, Д – это 4. Значит, мы получаем, ну, в принципе, все, да? Из А проверяем, 2 дороги есть, из В проверяем, 3 дороги есть, из С – одна дорога, из Д – 3 дороги, и из Е – 3 дороги. Значит, мы теперь ищем кратчайший путь из А в С. Из А в С. Идем по кратчайшей дороге. Ну, можно предположить, что это А, Е, Е, Д и Д, С. Это получается 1 плюс 4 плюс 4, то есть 9. А можно попробовать пойти из А в Е, из Е в В, из В в Д и из Д в С. Это у нас получается 1 плюс 2 плюс 1 плюс 4. Значит, мы получаем 8. 1 плюс 2 – 3, 3 плюс 1 – 4, 4 плюс 4 – 8. Ну, и если мы пойдем из А в В – это 4, 5, 9. Значит, самый кратчайший путь – это 8. Давайте проверим. Все верно. Итак, определите наименьшее натуральное число Х, для которого логическое выражение – истина. Ну, давайте смотреть на само высказывание. Не х больше либо равен 15, сразу переписываем наоборот. То есть убираем частицу не и пишем обратное неравенство. Если неверно, что х больше либо равен 15, значит, х у нас строго меньше 15. Следующее. Союз И мы никуда деть не можем. Не х меньше 8. Значит, наоборот, получается, х больше либо равен 8. Это у нас первое с вами действие. И второе действие – и х должен быть нечетным. Значит, смотрите. Первое действие у нас выполняется в скобках. Второе действие – это мы уже делаем с х нечетным. Нам необходимо истинологическое выражение. Истина основное – это и-союз. Когда у нас истина при союзе и? Когда единица и единица. То есть когда истины – оба простых высказывания. Значит, нам нужно, во-первых, чтобы х был меньше 15 и х больше либо равен 8, должна быть единица, то есть истина. Давайте я запишу истина. И обязательно х должен быть нечетный. Тоже истина. Каким образом мы получим с вами истину вот в этом действии? А только в том случае, когда х будет меньше 15 – истина. И х будет больше или равен 8 – тоже истина. Значит, нам необходимо наименьшее натуральное число. Значит, во-первых, из вот этой группы чисел обязательно выбираем нечетное. Итак, х больше либо равняется 8. 8. Если бы мы взяли 8, 8 – число четное. То есть если бы мы взяли восьмерку и х нечетное, мы бы получили ложь. Не подходит. Возьмем, значит, девятку. 9 меньше 15 – истина. 9 больше 8 – истина. Значит, в первой скобке мы подобрали девятку. И второе условие х, нечетное, у нас тоже выполняется. Значит, мы получили с вами истину. Значит, наименьшее натуральное число, для которого истина – это высказывание, получается девятка. Давайте проверим девятку. И последнее задание на второй странице. Тоже нам необходимо выполнить высказывание, написать наименьшее натуральное число х, для которого истина – истина высказывание. Значит, что у нас получается? Давайте посмотрим, что у нас за высказывание. х больше 2. Сейчас я выпишу. х больше 2. И, посмотрите, у нас идет скобка. То есть внутри еще будет действие х меньше 4 или х больше 4. Значит, нам необходимо, чтобы была истина конъюнкция. А когда истина конъюнкция? Когда 1 и 1. То есть нам нужно, получается, чтобы х был больше 2, 100%. Ну и, соответственно, х меньше 4 или х больше 4 тоже должна быть истина. Ну а в скобках у нас с вами дизюнкция или. А когда дизюнкция у нас истина, тут неважно. Может быть, оба высказывания истины. Может быть, истина только какое-нибудь одно. Либо первое, либо второе. То есть нам необходимо выбрать такое число, которое вот в первой скобке даст нам истину. И обязательно при условии оно должно быть больше двойки. Ну а что мы возьмем? Если мы возьмем с вами тройку. Тройка меньше 4. Меньше – это истина. Тройка меньше 4 – истина. Тройка больше 4 – это ложь. Значит, нам не важно, нам достаточно одну истину. И тогда давайте проверим. 3 больше 2 – истина. 3 меньше 4 или 3 больше 4. Мы получаем истина или ложь – это будет истина. И, соответственно, истина и истина даст нам истину. Значит, в ответе мы с вами получаем тройку. Давайте проверим. Итак, в объем с вами 3. Все верно. Ну, на этом мы с вами первую, вторую же страницу сайта ФИПИ. Информационные процессы закончили. Давайте готовиться к экзамену вместе. На сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok